Здравствуйте, это канал Дики Лайф. Меня зовут Виталий Дики, соответственно. Как всегда интересный гость и резонансная тема. Сегодня мой гость Александр Дубинский, народный депутат, публицист, тележурналист в прошлом. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. У меня есть несколько вопросов, я хотел бы сразу с них начать. Вот ситуация с коррупционными скандалами, она как бы имеет место быть, несмотря на всякие заявления и так далее. Что касается Министерства обороны, я недавно был очень удивлен, узнав, что те люди, высокопоставленные лица Министерства обороны, которые были под подозрением и сейчас пребывают, назначены на ранг советников. Ну, будем говорить так, не штатных, но так или иначе, при Министре обороны. Как это понимать и насколько это рационально и умно? Давайте рассматривать то, что произошло с Минобороны, как некую в теории внутреннюю спецоперацию. В моем понимании то, что произошло, вот эти вот контракты, которые были сначала опубликованы, потом довольно активная массированная информационная кампания против Министра, появление кандидата на должность Министра. Ну, вот в моем понимании, я могу лишь ошибаться, как плотно связано в медиа с прошлым, вот чувствую, что это могло бы быть некой комбинации нашей внутренней, наших международных партнеров, мы же до конца не понимаем. То есть, это не борьба с коррупцией, в моем понимании, ни в коем случае не борьба с коррупцией, потому что борьба с коррупцией должна вызывать соответствующую реакцию и вообще нет. Ну, то есть, это такая показуха довольно резников, после всех этих скандалов на Эрнштайне, как будто бы ничего не поменялось, ему дали возможность дальше работать. То есть, была некая операция, назовем это так, по замене одного министра на потенциально другого министра, на замену министра, который сейчас связан с главой офисом президента Ермаком, на министра, который с ним не связан. Это вы имеете ввиду возможность появления Буданова, да, на этом посту? Да. Ну, всем прекрасно знают, что Резников, как юрист, как человек, работавший в Киевсовете, как человек, работавший в налоговой, он хорошо знаком с Ермаком, они в хороших, дружеских, рабочих отношениях. Не знаю, что я дружески, но рабочих точно. Буданов – это не человек Ермаком. Соответственно, возможна замена в ротации министра обороны на человека, который не связан с Ермаком и была целью этой спецоперации. То есть, как мы видим, она не реализовалась. Раз, все эти разоборы исчезли, раз, все публикации, как, знаете, как второго языка связала, бац и пропали. Но если напомню про Свинарчуков, когда шла речь, то их обсусволивали месяцами. Они стали краеугольным камнем надгробия Порошенко, фактически политическим. То здесь это, знаете, побыло, 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 исчезло. То есть, это определенная кампания. Я так понимаю, что, в общем-то, Владимир Александрович Зеленский, как только начал в Верховном Совете защищать Резникова, дали всем команду, все закрыли роты, как бы эту тему больше не развивают. То есть, позиции, я так понимаю, Резникова очень сильные оказались, да? Ощущение именно такое. Мы не знаем, насколько это правда. Я просто делюсь с вами оценкой ситуации, которая у меня есть. Обращаю внимание на одну деталь, да, очень-очень важную. Факт коррупции был. Договор реален. Поведение чиновников Минобороны, столкнувшихся с публикацией этого договора и статей, которые потом за ним вышли, абсолютно соответствует методу введения публичных кампаний в Миноковича и Порошенко. Типа, вы все врете. Вот у вас статья «Завоз измену». Это все неправда. А вот давайте мы сейчас от Министерства аграрной повышенности выпустим приказ, что теперь давайте яйца считать килограммы, а не в штуку. И другие туповатые, на мой взгляд, попытки и ситуацию эту замазать. Но вот, то есть, правонаристская работа в данной ситуации, которая появилась, она могла быть осознанной частью этой кампании. Она могла быть не осознанной частью кампании, но она правдива. То есть, коррупции при закупке питания для украинских солдат существовало. И, скорее всего, судя по тому, что там ничего не поменялось, будет существовать дальше. Попытка поменять ситуацию внутри Министерства обороны была связана не с борьбой с коррупцией, то есть, а с влиянием на оборонный заказ, на оборонную промышленность и возможность, скажем так, другого канала коммуникации с офисом президента. Стоп, стоп, стоп. То есть, речь шла о том, чтобы поменять этих людей, которые попали под подозрение на других людей, и работать на другой карман. Я правильно вас понимаю? Нет, нет. Я как раз о другом говорю. Я думаю, что, то есть, просто есть две составляющие. Есть составляющая коррупции, и ее никто не собирался менять. То есть, это вообще никого не интересует. Интересует только вот посадок, на который пытались завести, используя медийные возможности другого человека. Понял. Вот я это вижу так. То есть, как бы предполагать целостность команды власти нам точно не стоит, она не целостна. То есть, она едина перед нашими международными партнерами и, возможно, в глазах людей, которые смотрят телемарафон. Ну, то есть, не интересуются событиями, конфликтами и перипетиями, которые там происходят. Но, как всегда, если про российско-фашистскую федерацию, говорят, что они там в башне Кремля уедут между другим другом, у нас воюют это живое из-за президента. Александр, скажите, пожалуйста, вот в одном из своих спотов, где вы анализировали ситуацию, когда вот были яркие вспышки коррупционных скандалов, вы говорили о Кирилле Тимошенко и как-то так омолвились. Вы, возможно, меня поправите, да? Но мне показалось, вы сказали, а что будет дальше? Ну, а отправили в отставку. Он со своим миллиардом. Вот я обратил внимание, что за миллиард? Это миллиард долларов или о чем идет речь? Я о масштабах коррупции. Или у вас есть документы, подтверждающие вот эти все процессы? Документы есть точно у НАБУ. По этим всем закупкам, которые проводились в рамках дорожного строительства. И я уверен, что мы с вами рано или поздно все увидим. Только вопрос, когда они должны появиться. У нас все происходит не просто так. Украине нет. Ну, давайте вот, я просто объясняю, объясняю очень просто на примере, на примере порошка. Чтобы было нашим зрителям понятно, вот этот вот мостик, почему у них это еще как-то была какая-то конкуренция политическая и коррупционная конкуренция. Кто будет доить какую коробку? То здесь же ее нет. Ну, при Порошенко, Народный фронт, больше чем 100, 127, по-моему, не было депутатов. БПП, под 100 депутатов. Другие группы, которые входили, например, группа Возрождения, ведро, которая называлась, парламентская группа, сейчас они выполняют роль группы Девира и Замальбов. Вот коалиция из трех больших политических сил, которые квотным принципом формировали кабинет министровой силовой структуры, говорит о том, что вот есть, за эту сумму коррупция есть. Вот так есть, только за эту коррупцию лично отвечают, я ценю по его людям, да, это его кого-то воровать тут. Значит, здесь отвечают Порошенко, его люди, его кого-то воровать тут. А вот здесь вот там, значит, ну, отдадим на откорм вот этим депутатам с искусственным названием ведро Джиня, вот это и будет проходить. А сейчас же ж не так. Сейчас нет никакой политической конкуренции внутри системы, которая продолжает воровать на тендерах, платить по 2% с каждого тендерного соглашения на то, что мы товарищи в погонах себя чувствовали неплохо и не мешали работать людям, да, то есть, ну, все же это осталось. Куда оно все делать? Как покупали в Минобороны продукты по завышенным центру, покупали некачественные бронежилеты, так продолжают покупать тот же самый парень, который подписывал контракт по Ясиму, по фамилии Хмельницкий. Вот он же подходит под подозрением в закупке бронежилетов на 3 миллиарда гривен, которые не соответствуют саму классу бронирования. История полугодничной давности, ничего с ним не происходило. Кстати, извините, что я перебиваю, тема очень актуальная. Там же был внесен 580 тысяч турецкой фирме «Аванс». Они же покупали, по-моему, у Катара, да, через турецкую фирму бронежилеты. Ни «Аванса», ни бронежилета до сих пор нет. Его в свое время прижали, потом каким-то образом он, как феникс, возродился снова на этой должности. Еще один эпизод вспомнил. Это третий эпизод уже. Закупка, которая ниже класса бронирования, она осуществлена. Эти бронежилеты находятся на складах. Потом еще, в связи с закупкой связи, то есть через посредников. Потом вы же видели наверняка эти новости о том, что в начале вторжения России закупались ручные гранаты и гранатометы через прибалтийских посредников с переплатой в 300%. Ну, то есть, вот, все. Это только то, что мы видим на поверхности, потому что война, и оборонзаказ засекречен, информации нигде нет, телевизионных программ нет, экспертов нет. Все понимают, что нужно сейчас есть внешний враг. Потом, как у нас говорят в офисе президента, товарищи, мы сейчас с ним внутренним боремся. Мы пока с ним не боремся. Уже с ним будет бороться общество, когда война закончится, когда общество победит, а тогда уже будет бороться с внутренним врагом, который эту всю коррупцию покрывает и который ее фактически сейчас контролирует. Еще раз, нет политической конкуренции за назначение в различные дойные предприятия разных представителей, разных представителей. Есть одна вертикаль. Соответственно, все, что происходит, это одна вертикаль. В одну каллину. Товарищи живут в одну каллину. Причем, отключив телевизор, создав угрозу для любого, кто будет хоть как-то остро критиковать власть или говорить о коррупции, оказаться за решеткой. Пример простейший, тот же самый журналист Николов, публиковавший контракт, минопорубанный с яйцами по 17 гривен за штуку, вернее, за килограмм. Он же что? Получил что сразу? Подозрение, не подозрение, а подготовку подозрения по делу у державы из Раи. Александр, извините, но я знаю, что этот вот журналист, о котором вы говорите, который способствовал раскрытию коррупционных схем, он обращался в госорганы, в том числе и в Министерство обороны. Насколько я знаю, ну, якобы владея этими фактами, чтобы предотвратить. Ноль эмоций. То есть, никто не реагировал вообще. Говорят, он даже обращался в офис президента. Ну, я не знаю, насколько это отвечает правде. То есть, абсолютно был ноль эмоций, пока это не разошлось по СМИ. Да, ситуация совершенно. Эта ситуация, не вам холопом лезь, наши барские дела. То есть, смотрите, привычка, сформировавшаяся сначала с момента, когда вопреки Конституции и законам был запущен механизм наложения санкций на украинских граждан Советом национальной безопасности обороны еще до войны. Вот после того, как это произошло, товарищи во властных кабинетах начали ощущать все большую и большую безнаказанность. С началом войны это безнаказанность стало абсолютно, потому что, да, есть внешний враг. Все сейчас, все внимание приковано к событиям на фронте. Все, кто как-то зарабатывает, деньги тратят на обеспечение подразделений. Ну, а у товарищей прекрасная жизнь. То есть, они все отключили, всем все перекрыли. Значит, будешь много разговаривать, получишь санкции или преследование по статье 111 Уголовного кодекса беззалоговой, кстати, статье госизмена, это же статья сразу в СИЗО. То есть, там никаких разговоров нет. 111, это и в СИЗО. Ну, а мы будем тут с вами делами заниматься. Слышишь, там кто-то написал какой-то запрос про яйца, пошел нахер. Вот, вот, по ощущению. Ну, кто такой, что они подлезают, что они нам сделают. Кстати, заметьте, так и получилось. То есть, это укрепило, вот, если мы, как бы, там, с вами это все пообсуждали, как какую-то тему, то это укрепило ощущение безнаказанности у власти. В том числе и наоборот. Ну, а что случилось? Ничего. Ну, второй раз будет про яйца продваться. Ну, уже скажут, ну, это было уже, да. И что, ничего. Ну, поэтому вот, но так и развивается. Ну, вот, интересная деталь, прошу прощения, интересная деталь. Резников отчитался, что было выявлено, ну, не хочу врать, но где-то от 400 до 600 чиновников в Министерстве обороны, в которых рыло пуху. Ну, которые якобы задействованы в каких-то коррупционных схемах. Я нифига не видел никакой ответственности, ни заявлений по поводу, там, каких-то подозрений. Далее. Все-таки хотел бы вернуться к этому ярду, о котором вы говорили, да. Ну, отстранили, да, там. Забыли. Я очень люблю этого персонажа. Считаю его самым наглым, циничным, без принципов во всей молодой команде. Откуда это вообще не мой подсчет про яйца. Это подсчет журналистов. И, в принципе, об этом говорят в Куларах и Холмараде, что у нас же есть новый миллиард. Это вот, Кирилл, выделяющий машин. 300 миллиардов тендеров только на дорожное строительство. Об общей сумме большая стройка 500 миллиардов гривен. 500 миллиардов гривен при курсе 25, да. Это у нас 20 миллиардов долларов. 20 миллиардов долларов, которые, в принципе, если уж так говорить откровенно, тендерились и в те месяцы активно тендерились, когда уже всей разведки мира долбили, в двери стучали в офисы президента, использовали для этого масс-медиа, чтобы искать о готовящемся второжении. То есть октябрь, ноябрь, декабрь, январь и почти весь февраль, почти полгода, когда уже сказали, что товарищи, вот смотрите, сейчас Россия на вас нападет, эти товарищи тендерили подряды большого строительства. Так вот, я повторю тезис о том, что с момента начала войны и, в принципе, после смены власти ничего не поменялось с точки зрения объемов и предметов, на которые накладываются понятия «откат». то есть как были откаты в дорожном строительстве 10-12%, так они там и остались. Как были откаты при закупке медицинского оборудования 15-25%, так они там и остались. То есть капитальная строительство 10%, некапитальная строительство, где можно шахер-махером менять очень сильно, регулировать цену 20%. И есть гениальнейшая схема, это, сейчас, к сожалению, этого нет, для чиновников, к сожалению, подземные работы 30%, потому что не раскопаешь ты коллектор, чтобы посмотреть, сколько там, чего залито, закопано и какая арматура там лежит. И проектно-сметные работы, то есть проекты до 50%. То есть проект больницы будущего за 10 миллионов рублей приносил подрядной организации и чиновникам, которые проект закатывали, 5 миллионов откаты, 50%. Там вообще ничего не посчитаешь, интеллектуальный труд. Берем 20 миллиардов долларов и усредняем их по ставке 10%. Хотя, повторюсь, она может быть и 12, ну и 15, как бы это больше. Получим 2 миллиарда долларов. Представьте, что миллиард пошел на различные, в кавычках, благие цели, то есть к кому-то. Так, не донесся, не долетел, перераспределился, объект, тогда еще один вариант такого. Не буду утверждать, не могу узнать. Ну да, но ответ очевиден, я понимаю. Александр, ну простите, вот давайте о медийной сфере в этом контексте. Да, если мы говорили о Кирилле Тимошенко, я помню, что он там был лицом года одного из государственных телеканалов. Скажите, вот вы возите темы, я просто так, знаете, со СМИ подчерпываю и со своих, как бы, разговоров с коллегами по цеху, я все-таки много лет занимаюсь журналистикой. Это правда, что вот этот телеканал, о котором я говорю, не будем его называть, работал через посредников именно на фирмы, близкие к Кириллу Тимошенко. И те 140 миллионов, которые выделяли из госбюджета, они как бы там размывались. Ну я то, что слышал, говорю о вашем мнении. Я веду компанию Кинокит и телеканал Freedom, правильно я понимаю? Или кто он, правильно назывался? Я не хочу называть каналы, но я просто говорю об одном телеканалов, который не страдал во время войны, а активно работал на государстве. Я знаю, что подряды на выпуск программ для этого канала выиграла одна компания, которая связана с непосредственно Кирилл Тимошенко. Но это мелочь. Кстати, у меня же в этом все, я же говорю, ничего не поменялось. То есть не нужно говорить о том, что вот, смотрите, вот было так, стало не так. К нам пришла война. И я думаю, что аппетиты стоило бы поумерить. Но по ощущениям этого не произошло. Это первый тезис. То есть когда всего не хватает в армии, эти люди не... Кстати, вот возьмем Андрея Богдана. Можно по-разному относиться. Вот я так, периодически он мне попадается в ленте Фейсбука. Мы общаемся, но мы не друзья и тем более не близкие. Просто перезваниваемся иногда. То есть иногда я его вижу в ленте Фейсбука. Человек возит пикапы на фронт, покупает какое-то снаряжение. В конце концов, возит серия ребят. Сейчас, не имея никакой официальной должности, скорее всего, занимается своими юридическими делами, которыми занимался добрый культурный политик. Большой политик. Вот эти товарищи, которых мы сейчас с вами обсудили, которые точно где-то зарабатывают. Ну, если даже не миллиарды, то десятки миллионов долларов. Десятки. То есть это не вопрос, там, сто тысяч. Миллионы долларов. Я не видел, чтобы ни один из этих людей отвез какой-нибудь вшилый маленький дрочек на передовой. То, что они пользуются машинами, которые выделяются для передовой, это мы с вами знаем, читали. Правда? Потому что это история про того же Крива Глебовича, который одной из 50 автомобилей Chevrolet Tahoe, переданной в General Motors для эвакуации бойцов с фронта, использовал хорошую тачку, правда. Большая, удобная. Кстати, извините, уточнение. Дело в том, что когда у него брали интервью, спросили, какого хрена он это делает, он сказал, мол, это автомобиль висит на управлении делами президента, а потом сделали журналисты запрос, и управление делами президента сказала, что мы глаза таких автомобилей не видели, и никогда он не числится. Третье, ну о чем это еще раз говорит? Это еще раз подчеркивает тезис о том, что они плевать хотели на вообще холопские вот эти вот возмущения. Ну то есть, вы знаете, ну давайте что-то собрать надо. Что собрали? Ну давайте собрали, наверное, что это машина госуправления делами. Так она что-то не числится, да? Их не числится нигде, ни одной. И министерство инфраструктуры, которому эти машины передавалось и читало, что их тоже нет, их нет. Посмотрите, их нет. Ни на балансе ни одной структуры, Минобороны, Выше управление делами, министерство инфраструктуры этих 50 машин нет. Одна случайно насосит пил от машины. И остальные, мы не знаем. То есть их, получается, разворовали? Да. Да, смотри, мы же, это же у нас не тут. Да. Ну вы же делаете запись. Мы же в газ, да? То есть я скажу, я потреблю слово распиздили. Потому что разворовали, это как-то, знаете, ну как-то вот мелкие, да, там вот какие-то крысионыши на складе. Я разделяю ваше употребление, вашего слова. Так оно и выглядит на самом деле. Абсолютно. Это вот просто 50 машин, давайте их спиздим. Я еще можно на одной покатаюсь, пока она новая? Ну пока. Это так. Это первое. Второе. Знаете, а вот вспомните историю про обыски в Запорожской облгосадминистрации, а также по аналогичной в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской после деоккупации и Николаевской. Хищение гуманитарной помощи. Сейчас временно следственная комиссия работает в Верховной Раде. Цифры, которые подала Укрзалезница. Более тысячи вагонов гуманитарной помощи направлены через Днепропетровскую область. Вот в этой прифронтовой области деоккупированы. Тысяча, более тысячи вагонов. Днепропетровская область отчитывается о том, что она приняла 116. Масштаб, мне кажется, очевиден. То есть это не просто, знаете, там тысяча заехала, а нашлось 986. Ради бога. Пропали, ну слушай, вот русско, бывало. Но когда из тысячи вагонов 99%, 98% воруют и распродают. Они же не сожрали эти макароны сами. Это вот то слово, которое я, собственно, и употребил. Александр, ну и что далее? Ну вот, например, там же персонали назывались. То есть в том числе уволили руководителя администрации, который якобы имел к этому отношение. Сначала не уволили. Сначала другой администрации съездил и поднял флаг в Херсоне, со всеми поручкался, его все поцеловали. Кто куда, ну кому-то он просто был полезен, а кому-то приносил доход, да, поэтому в зависимости от места. И все, после этого он еще поработал. Извините, и вот вы спросили, есть ли документы, подтверждающие. В цепочке, многослойной цепочке украинской коррупции подтвердить можно только не внесенный в декларацию кандилля. Ну вот вы там где-то нахомутали в своей декларации, как депутат или чиновник, и не указали аренду квартиры, часы, которые вам подарили, они у вас 10 лет валяются в их неноске. Вот, вам это могут вменить, впаять 3 года и назвать это борьбой с коррупцией. Многослойные, многоэтапные модели, где никто ни за что не отвечает. Все идет на устных договоренностях. Этот дал тому, тот дал этому, тот дал десятому. Это отследить и сформировать документы, как таковые, вот всю эту цепочку, крайне слойно. Ну, в связи с тем, что деньги-то идут в частный бизнес, а частный бизнес потом приносит, например, некая юридическая фирма отдает за ее услуги не 2% от контракта, а 15%. Это же работает очень просто. А юридическая фирма дальше уже аудитором заплатит. То есть они же отверивают сразу эти деньги, которые являются, по сути дела, откатом. Вот увольнение, которое последовало, мы говорим сейчас про губернатора департамента в области Резниченко спустя, по-моему, месяца 3 после начала обыска, 2 или 3, по делу о гуманитарной помощи. Оно же совпало в моменте с увольнением Арданина Тимошенко и других губернаторов. Кстати, все те, которые назывались его якобы креатурами. Я не знаю, сколько это отвечает, правда? Проходило расхищение гуманитарной помощи. Давайте назвать вещи своими именами. Вот они все отлетели. Сумской, Херсонский, Запорожский, Днепропетровский. Киевский ушел на повышение. Вот и было 5. Вот, смотрите, а никакой ответственности не было. То есть вот принесли справку. Да? Куда? И говорят, смотрите, вот на справка, вот уже оно как бы подходит к подозрениям тем же набушникам. Ну, вдруг будут обыски. Некрасиво окажется. Ну, тут война, международная помощь. Буду ему Украину. А все спиздили. Еще даже не начал быть будовывать. Поэтому, наверное, давайте пока в туман. И вот, смотрите, вот люди, которых подозревали, которые были в обыске, они все просто ушли в отставку. Наказание какое? Никакого. Это поощрение. Я считаю, что это поощрение. Так более того, мне кажется, через какой-то промежуток они всплывут. Не уверен. Сейчас напомните мне про этот тезис, я вам его разобью. Значит, они не всплывут даже, нет, ну хотя на третий день, может быть. Там, не раньше. Нет, суть другая. Увольнение вот этих людей сейчас занимаемой должности, это поощрение. По сути дела, это индульгенция. Вот смотри, ты должен был ходить на работу, носить вышиванку, петь песни, да, крепко стучать, ну, одной рукой, загребая бабки на обшорные счета, второй крепко стучать по столу и рассказывать о том, что скоро перемола у нас будет. Ты не пошел в тюрьму, ты пошел отдыхать. Ты взял свои эти миллиарды, миллионы и поехал куда-то уже. Или не поехал, или поехал в умение, в кончезаспель, которое ты арендуешь. И там сидишь. Но тебе уже ничего не надо, с тобой уже никто не бегает. Тебе не надо делать никакие декларации, ты мне смотрят журналисты. Все, жизнь удалась, бабки при тебе, тебя впереди еще полжизни, и которую ты собираешься весело и хорошо провести. Тут просто будет некий диссонанс и некое открытие для ребят. Ну, смотрите, я вам привел несколько тезисов. Я просто всегда хочу, чтобы одна часть нашей беседы объясняла другую часть. Они были связаны между собой. Всегда он говорил о том, что полученные запросы журналистов в зеркало недели о воровстве на питании для солдат закончились тем, что против них было решено открыть дело за воссо-змену. Это говорит о чувстве абсолютной внутренней безнаказанности чиновников. Вот это абсолютное чувство безнаказанности их же сопровождает и вот в этой истории с хищением гуманитарки, большим строительством и так далее, и тому подобное. Сопровождает везде. Но только есть один нюанс. Когда до войны, при предыдущих президентах, еще раз, я это не оправдываю, я просто констатирую факты. Знаете, как доктор, который разрезал, да, вот у вас рак, а у вас это не цифры. Я вам просто объясняю ситуацию. При Порошенко, условно, вот эта вот система коррупции, она была общественным договором неким. Он начал разрушаться при Порошенко. Он существовал при Януковиче. Это был четкий общественный коррупционный договор. Вы, товарищи, граждане, получаете, что там, дешевый газ, доллар по восемь, возможность работать, брать кредиты, не сильно дорогие проценты, дорогие, но не сильно. Как-то стабильность мы вам дадим. Мы воруем, вы не везете. Все. У нас вот с вами договора. При Борошенко договор начал разрушаться. Мы воруем, а вам хер собачий. То есть вместо 8 по 25, да, Россия виновата, согласен, все. Кроме того, что ворвали наши. Да? Кто написал 4 миллиона Доносу Турачу Сталину, вот те, кто потом его и порицал. То есть ворвали наши, виноваты только не они. Сейчас договор полностью разрушен. Знаете, существовали же какие-то олигархи, да, крупные бизнесмены, кто-то занимался контрабандой, кто-то занимался строительством, кто-то занимался белым бизнесом, кто-то черным бизнесом. Но это все существовало. С началом войны и до нее были предприняты мощнейшие попытки нанести удар по крупному бизнесу, национализация предприятий, внесение в реестры вражеских агентов, санкции, блокировки счетов. Ну, в общем-то, весь набор. Условно, при Януковиче мог быть один олигархурах, а четверо нет. Ну, в хорошем. При Порошенко мог быть два олигарха не очень хороших, а три нормальные или даже очень хорошие. Возьмем пример Коломойского, Ахмета, вот так, самые яркие примеры. Одно национализирует приводбанк, а второе зарабатывает с Ваттардам плюс. А сейчас всех их было решено максимально жестко отжимать. Возможно, информация о том, что вторжение состоится, все-таки было полностью осознанно, еще давно, до того, как это вторжение началось, я имею в виду, во властных кабинетах. И в этом понимание того, что тут всему придет конец, привело к тому, что, экономически я имею в виду, привело к тому, что побежали всех рвать, нажимать, забирать, национализировать. потому что сейчас идет, я так понимаю, распределение того, что отжали у так называемых олигархов, между новой молодой порослью, да? Олигархи люди же тоже циничные и беспринципные, как и власть всегда. То есть циничные и беспринципные олигархи воровали сначала базу госимущества, созданную руками всех здесь живших граждан и уже умерших поколений. Они ее разворовали за копейки, дали на ней паратизировали и получали прибыля очень немаленькие. Ну, пример тоже простой, иллюстративный Полтавский ГУК, приватизированный концент Живаго, которого сейчас ловят по всему мировому возрасте, находится там. Вот Полтавский ГУК это просто открытым доступом к добыче железной руды, ее обогащение, либо обогащение, а зависит от того, как у тебя клиент погрузка в вагон, выкопал эскаватор, вагон насыпал и на экспо, там вообще ничего не надо делать. Миллиардные прибыли, миллиардные долларов ежегодно. То есть, они цинично все обморовывают, понимают, что за ними придут, потому что нельзя купить бизнес, который приносит миллиарды, а ты ничего в него не вкладываешь. У нас же не не модернизирован ни один завод, ни одного полонэнерго, ничего, абсолютно ничего. Ни НПЗ, ну вот ничего. Захват актива, формирование, легализация владения актива, назначение менеджмента и вытягивание всех соков. Да, такой, паук в длине. Вот, у них это все отбирают сейчас. Ну, то есть, претензии о том, ребят, ну, нужно попаратизировать, поратестировать, это, по-моему. Ну, схема понятна и абсолютно, как бы, думаю, предсказуема. Для олигархов и не для олигархов, да, были олигархи, сейчас пришли иностранные партнеры, которые, это лучше бы они эти, не трогали, которые с миллиардами, а не миллиарды-то где должны храниться? У западных партнеров наших. Значит, соответственно, мы западным партнерам, что вы хотите? Условно, Украинец. Натя Украинец, только вот тут на уши мне подозрения не выписывай, можно, пожалуйста. Спасибо. Все, все довольны. Украинец. У нас схема понятна. Александр, извините, что я перебиваю, но вот мне интересует, мы говорили о большом строительстве и, соответственно, там огромных деньгах, и я вот обратил внимание министра социополитики Жилнович, да, если я не ошибаюсь, по-моему, она сказала о том, что ей не хватает 20 миллиардов для индексации в этом году пенсии. И тут возник вопрос, то есть на пенсии 20 миллиардов найти негде, а что касается 53 миллиардов, это только вершина айсберга на большое строительство, оно как бы заложено на этот год. Это для того, чтобы, то, что вы говорите, разворовать, или я не понимаю? Давайте еще, ну, я думаю, что ваш зритель умен, потому что иногда я сталкиваюсь со зрителями, комментаторами, избирателями, которые не сильно понимают, как все устроено в этом мире, либо делают вид, что они живут информационно, да, там, социальным вакуумом, либо, действительно, такое тоже, наверное, случается, чаще всего это происходит у пенсионеров, ну, потому что они действительно выпали, их общество, государство выкинуло из системы распределения влаха, они этого не понимают. Ну, смотрите, возьмем чиновника рядовой областной администрации, начальника департамента, допустим, образования, зарплатой 8 тысяч гривен или 12. Он будет работать? Нет. Оно ему не надо. Имея опыт, стаж и статус, который позволил бы занять эту должность, он пойдет или в частный бизнес, или устроит свой какой-то бизнес, либо в школу создаст, супер тема была до войны, детский сад открыт, частный, которых в Киеве не хватало и в другом городе. Человек, имеющий понимание в этой сфере связи, он знает, как зарабатывать. Он должен получать 50-60-100, такую хорошую европейскую зарплату. Откуда она берется? Она берется из-за того, что его руководитель непосредственно доплачивает ему в конверте. В любом учреждении гостипа на должностях выше определенного ранга есть доплаты в конверте. В налоговой тоже. И в ДБР, и в СБУ, и в полиции, и в прокуратуре. Ну, там они, у них сами на руководитель ноги кормят, они еще должны доверзываться. Но если ты выполняешь функцию, которая не связана с контактами, позволяющими тебе получить лавань, ну, заработать, обилетить кого-то, вот ты начальный департамент образования. Либо тебе начальный говорит, оберечивай школы, они чтобы что-то покупают. Вот, мы им планшеты, они нам откат. И с этого тебе 10 процентов. Или ты работай, пиши программу, мы назначим человека, который за все это будет отвечать, он все это будет собирать, и вы будете ежемесячно получать в плевике капельку. Так оно работает. Представьте, раздать на пенсии, это оборвать чиновникам, оборвать цемных себя, чтобы был понятен тетис. То есть, это прямая адресная дотация конкретному человеку, вот ему 200 гривен. Он ими не поделится. А 53 миллиарда, выписанные на мосты, в ядуке, на уборку, дорог, покраску, отбойников и так далее, с них можно получить. А этих полученных надо положить себе в карман, купить новую яхту, обеспечить любовью с бриллиантами, и после этого еще нужно заплатить зарплату всем клеркам, которые вокруг тебя сидят и создают условия, чтобы ты дальше зарабатываешь. Ну, обеспечивать, почему? Поэтому вот так. Он всегда на программах, где есть, это называл Клюев, еще в свое время очень ликвидный выход. Ну, слово откат, это было не популярно. Ликвидный выход, если есть, вот туда они деньги в бюджетах перечислялись. А там ликвидного выхода и так всегда не хватает. Ну, потому что это бессмысленно для бюджета. Спасибо за разъяснение, абсолютно рационально. К сожалению, это всегда так было в Украине и ничего пока не меняется, хотя мы ожидали другого. Еще у меня несколько вопросов. Значит, смотрите, в чем история. Мы говорим о коррупционных схемах. Вы хотели добавить, да? Я просто хотел закончить тезис. Помните, вы спросили, что тут они отпетляли с миллиардами? Да, да. И у них все будет хорошо? Не будет. Я почему про олигархов начал рассказывать, которых хорошо побрели, хорошо обилетели, еще загнали под санкции. Знаете, как можно позвать и сказать, как у Януковича было, так и опять же. Позвали, глава мафии позвал, сказал, вот с тебя доля тукает, а сюда будешь отдавать это надо, иди работай. Он себе все, у него завод остался, он просто знает, что 2% или 1,5% ему надо отстилить, чтобы товарищи все было хорошо, чтобы межгоре строилось более быстро. А тут пришли ребята, которые, ну, не работали с подобного, да, материи, они пришли по-другому. А если ты не закроешь телеканал, мы тебя под санкции заведем, будешь олигархом, всем все тебе долгам, калурон, все равно тебе конец. Выбирай. Ну, кто-то закрыл канал, кто-то отдал завод, да, сказал, уберите. Ну, нафиг. Вот, они придут, я, ну, некоторых людей знаю, вот они придут. циничное ограбление, для них всех понятно, они все делают деньги на циничном ограблении, что олигархи, только олигархи, это бизнесмены, которые грабят госпредприятия и бюджет, а чиновники грабят, распределяют назначение на госпредприятии и бюджет. Это все крепкая связка. То есть они прекрасно понимают, как надо друг друга прикручивать, чтобы максимально быстро больше заработать, но когда по беспределу отжимают, да, это все-таки люди, прошедшие 90-е, построившие себя сами, пережившие не одних известных вам личности. Поэтому, я думаю, что так просто не будет. Право много, они все, все придут. Ну, возьмите того же Кормана, который его лишили паспорта. Вот он не придет? Ну, человек, который считается известнейшим рейдером, ну, по сути, да, давайте назовем это так, руководителем организованной преступной группы по отжиму бизнеса. Ездящий, который вблизит бронированные машины, наверное, все 20 лет, но он этим занимается. Без охраны никуда не выходящих даже приписать. Он не придет за то, что их сделали? Скажет, ах, трахнули. Даже приятно было. Не будет этого. То есть этот не придет, другой придет. Очевидно. Вы абсолютно правы. Трудно с вами не согласиться. Александр, а вот тема, которая меня тоже беспокоит, на самом деле. Я помню, Гитманцев, глава комитета по налогам, он говорил о том, что у нас проблемы с таможней, с налоговой системой. Это было где-то год назад, но может быть больше. Давайте поменяем, потому что люди нерациональны, погрязли у коррупции, но поменяли. Теперь опять всех вытурили, тоже с колоссальными коррупционными скандалами и схемами. Теперь Арахамия говорит о том, руководитель фракции, мол, у нас нет людей, которых мы можем назначить. Это что означает? Нет своих людей? Или в 40-миллионной стране, хорошо, там не 40-миллионной, меньше, да? Нет специалистов и нормальных ребят, которые могли бы возглавить эти структуры? Или что происходит? В какой-то момент произошел вот этот вот стектонический сдвиг, когда власти перелась на олигархов и вела с ними дела. И они обеспечивали в том числе безопасность власти. Правоохранительных структур, которые контролируются вне системы власти, то есть условно нашими иностранными партнерами, не существовало. И ты мог делать всё, что ты хочешь. Ну, то есть условно у тебя была СБУ, которая была твоей СБУ, и Минобороны, которая была твоей Минобороны. Если вдруг что-то там на горизонтальном уровне начальник СБУ начинал буковать против начальника Минобороны, и это было с тобой не согласовано, ты просто звонил и говорил, слышишь, не дуе не позанимайся чем-то. А если было наоборот, ты звонил и говорил, смотри, там по понятиям надо отдать ребятам это чайки доля отдай. И это всё вот так работало. С момента прихода власти Порошенко, который решил, начал борьбу с олигархом, борьбу какую? Перередилой собственности. Ему уже была вот такая вот защитка, которая могла нападать и нельзя было порешать. Вот, значит, была создана система антикоррупционной вертикали, потому что ему нужно было сохранить свои деньги и чтобы их под как гарантией безопасности для Ельцина условно или на Зарбаево. Я вам передаю власть, что всё, что я украл, моё. Вот была такая сделка. То есть наши иностранные партнёры, зайдя сюда своими антикоррупционными органами, начали потихонечку переключать на себя, подготавливать экономическую активность, переключение на себя. То есть сейчас мы уже видим реализацию, ну, когда на эту украинскую нарационализировали, да, и сейчас её будут выставлять на приватизацию через какое-то время и продавать. Кто её купит? Купят какие-нибудь иностранные фонды. То есть вот произошло перераспределение от украинского олигарха в пользу иностранного фонда. Гражданин от этого нехолода держал, получал там 8 тысяч евро на этой колонке работы, а так и будет получать. Сор. Для него ещё не изменится. Но высасывать прибыля будут уже не наши, не техасцы углу дробить не техасцы. То есть когда произошла вот эта вот договорённость, что вот теперь появится Порошенко, которая себе хочет заработать много, но он же пришёл к власти благодаря поддержке международных парковок, потому что, понимая, и говорится, она была с ними. Он с ним договорился. Теперь, ну, вот, сюда всё углубилось. Да, то есть пришли ребята, которые вообще не бизнесмены, но очень быстро научились, как всё это направлять в нужное русло. Им нужно было ещё дальше пойти, потому что для них, у них не было белых идеальных миллиардов, которые вдруг у них сейчас будут появиться от чего-то. То есть им нужно было ещё всяк сделать, то есть продать больше немножко. Ну, там, вот там, давайте землю продадим, давайте заводы национализируем и там вам продадим. То есть, знаете, они же сейчас идут, реприватизация в виде национализации укрнефти и нефтепрорабатывающих заводов. Да, это вся нефтегазовая отрасль, сукрас, добыча вместе с колоссальными, потенциально разведанными объёмом мы разобрали, сейчас будут продавать иностранным футболом. Ведётся приватизация укропрома, всех рудников. В Украине 40% запасов, например, феррасплава, железной руды, 9% мирового запаса. То есть это всё сейчас точно так же будет сначала отнятым олигархом, далее перепроданным. Облэнерго ситуация такая же, но чуть позже. Пока их бомбят и обстреливают, пусть Ахмедов за свои бабки их ремонтирует, ну и там, где там ещё у него есть соакционеры и партнёры. Потом заберём, национализируем, тоже что найдёт за шоу. Не обеспечил включение энергородыряющих лампочек. Тоже заберём, и всё. То есть вместо украинских регионов по итогам войны в Украине образуется перераспределение их крупных активов в пользу зарубежных компаний. Вот что случится. Это вот такой вот процесс, который обеспечивает который власть, транзит собственности. Из-за этого получать индульгенцию преследовал. Вот как это сейчас происходит. Хорошо, Александр, но я спрашивал о людях, которые должны были бы возглавить ключевые ведомства. Я говорю, а можно я налоговую? Да, растёкся мыслью подреву. Мы про таможню начали говорить. Так вот, таможня находится в нашей стране, которая была сорокамиллионной, сейчас я думаю, миллионов двадцать пять, двадцать семь, в связи с большим количеством выехавших из-за войны украинцев. Это географический и социальный, это крупнейший рынок, который потребляет большую количество товаров, производит и потребляет. Таможня очень вкусная. Это такой же процесс сейчас. Мы не можем найти человека. Связано с тем, что таможня, помните, это ещё предпочитатель начиналось, crown agents, агенты британской короны должны были зайти на таможню и взять её в аренду. Грузины так сделали, передали британцам, немцам передавали. Вот сейчас таможня, как дойный актив, потоковый актив, через который кэшфлоп останавливает денежку, передадут в аренду каким-нибудь структурам, уже не украинским. Они там наведут порядок, безусловно, ну вот с этого получают доль. Ребята видят, смотрите, они видят объём, перо. Там вы разворовываете, мы вам дадим огромные, отличные варианты. Мы придём, всё будет в бюджет, только мы 10% будем забирать. А у вас сейчас забирают 10. Ну то есть фактор присутствия иностранных компаний, иностранцев в украинском политике и в общем-то в среде чиновников она очевидна. Значит, у меня возникает логичный вопрос. Так что, нам ждать ближайшее время появления иностранцев в правительстве? Вот этого я уже не знаю. Ну это, во-первых, невозможно. по конституции. У нас же были какие-то черти, там приезжали, там с Латвии, там я, мне в Ромяевиче, и так далее, и так далее, которые там... Нет, они уже поуправляли. То есть, они пришли, поуправляли, посмотрели на эту всю историю, поняли, что тут управлять нечем. Знаете, министерством, когда ты управляешь министерством, ты должен, а, либо подготовить список на приватизацию, туда цель иностранного менеджера зайти, взять вкусные активы, корпоратизировать их, то есть, сделать их из государственной перевести в частную форму собственности и продать. То есть, он же не зарабатывает на потоке. Может быть, и зарабатывает, но это не его цель. Он пришел за другим, он пришел за крупным пирогом. Вот. На себя сейчас эту роль взял у нас кто? У нас комиссия по ценным бумагам, Совет по национальной безопасности и обороне, забрать, национализировать, передать, перепродать. То есть, не надо уже никаких сложных схем, не нужен министр. Нужно, вертикаль-то одна, все сейчас, не надо вот этих сложностей. Все проще работает. Пальцем щелкнули, активчик передали. Вот. Это важный тезис. Это не в защиту олигархов. Возможно, передача этих активов от олигархов международным структурам придет гораздо больше позитива, чем наличие этих активов у олигархов на протяжении 30 лет нашей независимости. Абсолютно может быть. Кстати, в этом плане поделяю вашу точку зрения. То есть, это можно, которое перейдет условно в аренду условному crown agents, который просто огложит все это данью и будет получать потоковые деньги на 50 лет вперед. Это бизнес можно продавать, капитализировать, развивать, распространять на другие страны. Это классная тема. Но в бюджет попадет больше. Наверное. То есть, для государства и социума это хорошо. Для олигархов плохо. Мы же не знаем олигархов, мы за то, чтобы людям обычно было жить проще. Но мы не верим, как все здоровомыслящие люди, в иностранцы. Хотя бы вот я здесь, если у меня здесь есть какие-то активы, я здесь живу и планирую жить дальше. в Украине. Соответственно, даже при всех моих там негативных чертах я инвестирую здесь, живу здесь, да, там, будущее свое рассматриваю здесь. Ну, что у меня тут бизнес, да, здесь я человеку, у меня статус какой-то есть. Тут все, пиратская республика. Можно быть, забежали, отодрали, убежали. Ну, высосали все и уехали. Не нужно, да, там, это же не твое родное. Вот это как бы важный тезис. Первое, второе. Кстати, вот продажа земли, об этом никто пока не говорит, в будущем будет скандальная тема, если вы заметили, это тоже, кстати, международный партнер, да, земля, международный партнер. Значит, сейчас активно лоббисты иностранных структур в виде партии «Голос». Мы называем «Соросята», да, потом они развили целую компанию, что это чуть-то не кремлевский нарратив, «Соросята», потом, правда, американские журналисты выпустили расследование о том, что Сорос в свои 90 с копееками лет финансирует большинство американских и европейских массовых мест и журналистов, непосредственно, которые пишут, которые мы называем «Соросятами». Вот, «Соросята» ведут активную компанию по принятию законопроекта о легализации каннабиса. Каннабиса, то есть, который, например, на территории условных, с небольшой стороны, может быть легализован, а территорию Украины это просит в промышленное производство. Да, то есть, они будут скупать землю и выращивать каннабис. А это промка. Это не просто, значит, мы легализовали, потому что в право приезжают туристы, и они как-то дудут, чтобы походить, им было повеселее, да, они больше сидят, нет ли кого выпьют пиво. Нет, это будет промка. То есть, я задал этот вопрос прямо лоббистам этого законопроекта. Вы можете отличить марихуану психическую от лечебную, а лечебную от наркотсодержащих. То есть, по виду соцветий, которые употребляются курителями марихуаны, определить, сколько в них составе этих вот масел, которые дают эффект курения марихуаны, невозможно. Соответственно, садишь, что хочешь, никто ничего не проверит. Миллионы гектаров можно засеять. Откуда же история началась о том, что сейчас весь земельный банк форум с имуществом передается? Александр, вы абсолютно рационально рассуждаете. Еще раз вам говорю, что это тема для отдельного эфира, но я очень благодарен вам за ваши ответы на мои вопросы, за ваши мысли. Я надеюсь, если вы будете благословны ко мне, время от времени мы с вами будем встречаться и анализировать поточную ситуацию, потому что это очень важно. Спасибо, что были с нами. Александр Дубинский, народный депутат, был на канале Дики Лайф. Спасибо и вам, уважаемые телезрители, что вы были в это время с нами и, пожалуйста, подписывайтесь. Большое уважение у Виталия Дики и, как я говорю, всегда не теряйте оптимизм. Большое спасибо всем и до встречи.